Дорогие друзья, начинаем восьмое заседание Кушкинского клуба, 28 сезона Работы Кушкинского клуба. Сегодня, следующее заседание у нас состоится 28 мая, выступит Ольга Петренко в свой творческий вечер. Это известный языковед, точнее, совета Кушкинского клуба, так что будет очень интересно. Петренко. Ольга Николаевна Петренко. Значит, сегодня у нас в гостях детская художественная школа, которая исполнена 45 лет. Сегодня у нас антипасха, вы знаете, что мы неверующего не было в тот день, когда Христос воскрес на третий день, и он пришел через неделю. При закрытых дверях все апостолы собрались, и тут явился Христос при закрытых дверях. А апостол Павел говорит, не поверь, пока не вкну пальцы в раму, что он воскрес. А апостол Павел говорит, не поверил, пока пальцы не вкну. А Христос воскрес и говорит, ну, подходи, вставляй пальцы. Он говорит, Господи, Боже мой. Господь ему на это ответил. Блаженновидевшие, невидевшие и уверовавшие. То есть, кто не видел и поверил. Это квинтэссенция этого праздника антипасхи. Ну, а если говорить о детях, то в Христианстве и в Евангелии дети – это Царство Небесное. Это прямо сказано. И вот в каждом из вас есть Царство Небесное. И вот дети, пустите ко мне детей. Там народу было столько много, дети не подходили. А он видит, что дети не подходят и рвутся к нему. Он, пустите ко мне детей, это же Царство Небесное. И детей к нему пропускали, обсуждали дети его. И если мы хотим, чтобы построить нормальное государство, то мы должны провозвести лозунг в Украине. Дети понадусе. Если мы этому лозунгу будем поддержку оказывать, то все. Остальное – страна возродится. Без внимания к детям. Детская художественная школа – это у нас один из мощнейших интеллектуальных центров. Она является одним из инициаторов биеннале, который проводится каждые два года здесь. Мы совсем недавно проводили его. Есть у нас на сайте Пушкинского клуба Гаммер и Атлантида. На сайте Гаммер и Атлантида есть как раз информация, видеоинформация, подинформация по проведению этого биеннале, где ученики детской художественной школы заняли высшие места там, все позавоевывали. Ну, а сегодня вы конкретно узнаете со слов директора Ильини Ивановны Кручининой. И она расскажет вам вначале несколько слов вступительных, а потом объявит свою девушку. Потом начнем. В нашей школе в этом году исполнилось 45 лет. Она была правословлена в 1972 году, 1 сентября. Школа была тогда маленькая, 6 человек преподавателей и 75 человек контингент школы. Сегодня она разрослась, и уже в стенах нашей школы обучается 251 человек на бюджетной основе. Это контингент основной школы. И 80 человек – это группы платных послуг. Группы платных послуг у нас существует 2 года. Значит, они образованы были с той целью, чтобы мы смогли принять туда детей, всех желающих. Это во-первых. А во-вторых, чтобы мы уменьшили, увеличили возрастные границы детей. И сейчас к нам в школу ходят самые маленькие, это те, которые 5 лет. 5-6 лет – это тот возраст, когда дети больше всего любят рисовать. Это самое лучшее в нашем континге. Мы получили так, что они были вынуждены ходить в группу именно платных. Школа у нас по площади не очень большая, но вот такое количество людей мы сейчас вмещаем. 14 педагогов с очень хорошими, высокими категориями. Наши дети – талантливые, и многие из них посещают параллельно еще другие школы. Музыкальные, спортивные, школы фехтования. Учатся тоже в всевозможных кружках. И сегодня, прежде чем… Мы привезли на ваш суд сегодня фильм, который был в прошлом году с нами сделан. В прошлом году мы проходили государственную аттестацию нашего учебного заведения, получали лицензию на ближайшие 10 лет. И к этой аттестации был создан фильм. В создании фильма принимали участие наши преподаватели и режиссер монтажа Юрий Тазарачев, тот, который сейчас является директором киноконцерта «Холла Юность». Прежде чем вы посмотрите фильм, фильм настолько объемный, и он настолько вмещает все грани нашего творчества, что я не думаю, что мне есть смысл очень много говорить. Но прежде чем мы посмотрим фильм, я хочу, чтобы вы познакомились с одной из наших очень талантливых маленьких учениц, которая является ученицей Анжелики Вячеславовны Чумак. Она ученица двух плавных усов. Способная очень девочка. И она параллельно учится в детско-музыкальной школе номер один имени Римского-Корсакова у преподавателя Рыжиковой Лилии Алексеевны. Это Бородич Анастасия. Сегодня она нам исполнит этюд Карла Черни на фортепиано. Настя, ты в каком классе музыкальной школе учишься? В музыкальной школе во втором классе. В 2-м классе. Ну, мы сейчас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Играет музыка